Уважаемые коллеги, доброе утро! Рады приветствовать вас на очередном городском завтраке РСМД. Это первый городской завтрак, посвященный Латинской Америке. Сегодня будем говорить об Аргентине, о президентских выборах, о вступлении этой страны в международное объединение БРИКС. И хотелось бы напомнить про наш регламент. Соответственно, вначале выступают наши эксперты, дают свои комментарии, экспертизу. И после этого мы работаем в формате вопрос-ответ. Это будет наша дискуссия. Вы можете задавать любые вопросы по нашей сегодняшней тематике экспертам. Ну что ж, давайте начнем. И в этом году, летом на саммите БРИКС, лидеры пяти государств договорились о вступлении новых шести членов в международное объединение. В числе которых оказалась и Аргентина. Но вопрос осложняется тем, что в настоящее время в данной стране проходит президентская гонка, и по результатам которой многое может измениться. И, соответственно, выбор президента также будет иметь последствия и для российско-аргентинских отношений. Собственно, сегодня это и является нашей ключевой задачей разобраться в этих процессах, их проанализировать и как это отразится на наших отношениях с данной латиноамериканской страной. С большим удовольствием представляю наших сегодняшних экспертов. Ян Анастасиевич Бурляй, директор Центра иберемиканских программ МГЛУ, чрезвычайный полномочный посол в Аргентине. В 93-96 годах. Петр Павлович Яполев, главный научный сотрудник отдела Европы и Америки НЕОНРАН и Центра иберейских исследований ИЛОРАН. И Александр Александрович Игнатов, научный сотрудник Центра исследований Международных институтов РАНХИКС. Ну что ж, давайте тогда начнем наше обсуждение, наше экспертное мнение. Попрошу тогда начать с Яна Анастасиевича Бурляя и рассказать о будущем, о прошлом российско-аргентинских отношений. Нажимаю. Спасибо. Несколько слов об Аргентине. Я думаю, не лишне напомнить, иногда даже самому себе. По площади восьмая страна в мире. 2 миллиона 800 тысяч квадратных километров. По населению третья в Латинской Америке. Тоже ничего. По доходу на душу населения. Ну, среднеразвитая страна. Между Россией и Китаем. Значит, наша великая родина на 56-м месте в мире. Китай на 73-м. Аргентина на 65-м. Среднеразвитая страна. Зато по индексу человеческого развития считается, что очень высокий. 48-е место. Ну, я, честно говоря, не очень в этом понимаю. В прошлом, недалеком, ну, всего-навсего, где-то 100 лет назад, Аргентина занимала седьмое место в мире по воловому внутреннему продукту. Как говорится, почувствуйте разницу. И все всегда вспоминают об этом. Все аргентинцы. Вот когда мы... Потом мировой экономический кризис и череда военных переворотов, диктатур. Все это затормозило развитие страны. Да, она развивалась. Она развивалась потихонечку. Все равно богатая страна, в общем-то. Народ хорошо живет. Но не так, как могла бы. Но не седьмое место в мире, вы же понимаете. А, значит, в начале прошлого века ВВП на душу населения Аргентины был выше, чем ВВП на душу населения в США. Вот такие вот. Такое прошлое славное. Дипломатические отношения между Россией и Аргентиной установлены в 1885 году. Если я не ошибаюсь, третья страна после Бразилии и Уругвая. Ну, развивались они тоже достаточно скачкообразно. То есть, как говорится, были взлеты, были падения. Ну, далеко, с одной стороны. Там много факторов, которые неблагоприятствуют. В первую очередь, расстояние, конечно. Но есть факторы, которые и способствуют, во всяком случае, поддержанию отношений в некоторых сферах. В первую очередь, в том, что сейчас называется «Возможности для проведения гуманитарной политики России в Аргентине». И не только в Аргентине, а через Аргентину на всю Латинскую Америку. Это немножко напоминает мне, наверное, Южамторг, да, Петр Петрович? Когда представительство было сначала в Вашингтоне, потом в Вашингтоне его там, значит, так сказать, попросили из Вашингтона. Не помню, как там называлось. Севамторг, что ли. И, значит, переместилась вся, так сказать, торгово-экономическая структура Советского Союза в западном полушарии в Аргентину. Создали Южамторг. Так и были такие возможности и остаются в гуманитарной сфере. В сфере гуманитарной политики. Ну, то, что у нас до сентября прошлого года называлось «Мягкая сила». Вот для нашей «Мягкой силы». Ну, почему до сентября? Вы, конечно, помните, 5 сентября был принят указ президента России о гуманитарной политике России за рубежом. Теперь мы называем это, мягкую силу, называем «гуманитарной». Распрощались с американским термином, называем гуманитарной политикой. Вот уж где действительно возможности для гуманитарной политики. Ну, в первую очередь, скажем так, наверное, это самая европеизированная страна, наряду с Уругваем, в Латинской Америке. Значит, индейский фактор по минимуму есть, есть, конечно, но по минимуму. Я помню, был в провинции, которая у нас стыдливо называется «Жужуй», на картах нашими географами, беседовал с губернатором. Нет, наверное, даже еще где-то забрался очень далеко, на север, с мэром там какого-то городка. И он такой индейец весь темный, сидит и говорит, это интеллектуалы в Буэнос-Айресе выдумывают все про индейский фактор. Мы все аргентинцы. Ну, действительно, европеизированная страна сильно. Значит, выходцы из Испании, Италии играют ключевую роль. Ну, не то, кого там только нет. Вот это мелтинг пот, вот это котел плавильный. Ну, например, есть валийцы. И, соответственно, землячество валийцев. Редкий термин, я только всегда его вспоминаю, благодаря Генри. Не помню, рассказ. Ну, там, гренки по-валийски. Что-то там про любовь какая-то. Вот, это Уэльс. Жители Уэльса. Такое жители Уэльса в Аргентине имеют свое землячество. Или как вам нравится? Вот я был. Столетие землячества немцев из России. Это так, значит, сначала подумаешь, ну, наверное, какие-то фашисты сбежавшие. Не-не. Это минониты, которые прибыли в Россию по приглашению Екатерины Второй и благополучно находились, вплоть до поражения России в Крымской войне, поскольку они были, они в руки оружия не берут. И были освобождены, указан Екатерины, отнесение военной службы. А после поражения в Крымской войне была введена обязательная военная служба. И они эмигрировали. Ну, постарались. Ну, куда, естественно, в США, Канаду и в Аргентину. И вот это вот уже землячество немцев из России сто лет. Но и россияне присутствуют довольно весомо. Конечно, подсчет очень условный. Потому что можно только сказать, кто стоит на учете. Но на учет, как правило, стоят минимум. Минимальные. Ну, может, 10%. Но по оценкам посольства до 300 тысяч россиян. Вернее так, даже, скажем так, да, россиян, наверное, или еще более термин неопределенный, соотечественников. Не буду сейчас углубляться в спор, кто такие соотечественники. Потому что я-то радикально стою. Я на позиции поляков. Значит, есть предки поляки, значит, поляк. У них четко совершенно. Есть. У нас что? Нет. Если ты родился на территории Российской Федерации, чусь я. А если в Армении родился русский? Не-не-не-не. Если ты родился на территории Российской Федерации. Или твои родители тогда. Ну, не знаю. Я думаю, что это изменится со временем. Вот 300 тысяч. Это сила. Это первое. Вернее, это второе. И третье. Это благодаря этим двум факторам, конечно, культурное влияние и роль русской культуры, литературы, искусства в Аргентине весьма сильна. Вот. Значит, что касается торгово-экономических связей, Петр Петрович скажет подробно. Ну, я просто хочу сказать, что я буду эмоционален, поэтому заранее прошу прощения. Позор и дальше некуда. Значит, максимум было у нас, если я не ошибаюсь, а в 2014 году 1 миллиард 300 миллионов. Это вообще ничто. Если мы сравним с Китаем, в котором не было ничего до недавнего времени. А сейчас... Какие возможности? В первую очередь, всегда и везде я говорю и в воскресенье буду говорить об этом на конференции, в межпарламентской конференции в Госдуме. Трансфер технологий. Потому что то, что касается торговли, ну, в принципе, как говорится, там, ну, то, что пытались, то, что могли, в общем-то, или хотели. Все сделано, и, наверное, вряд ли что-то. Хотя возможностей полно. Но перетрансференция до технологии – это то, в чем заинтересованы все латино-анкликанские страны. В сфере геологоразведки, энергетической, нефтегазовой инфраструктуры, химической промышленности. Вот. Кое-что делалось. Кое-что делалось. То есть, например, мою бытность послом, там была лаборатория по производству на основе российской технологии средства для очистки земной поверхности от загрязнения нефтью. А разливы нефти, к сожалению, при добыче нефти и даже при транспортировке это явление достаточно частое. И все. И можете забыть про эту землю. А у нас, оказывается, изобрели средства. В чем я бы только узнал об этом в Аргентине. И забыл, кстати. О нем, не знаю, есть, оно нет. Называлось оно Путидойл на основе бактерии со странным для испаноговорящих людей названием Путида. То есть, масло из Путиды, которое пожирает нефть. Ничего себе. Я, правда, когда мне рассказали, я приехал, мне там ребята рассказали из лаборатории, вот мы здесь, значит, причем на ура, на ура идет. Что потом делать с этими Путидами? Нефть-то они зажрут, то мы их надо жрать. Возможно. Вот. Я, значит, говорю, а если она пойдет в скважину жрать? Нигде не, она только на солнце. Вот. Значит, что у нас было интересное? Ну, соглашение с Газпромом, договоренности, готовность наша работать, участвовать в строительстве шестого энергоблока, атомной станции от УЧА, плавучей атомной станции, это наш ноу-хау вообще в Бауманском университете. но пока все это в 22-м году ПМХ Интернешнл выиграл тендер на поставку электропоездов и Волга стоимостью 800 миллионов долларов. Чего? Вот. Сейчас почему-то все затормозилось, наверное, Петр Петрович расскажет об этом подробнее. В сфере главной сейчас трудности это логистика, вести страхование судов из-за санкций все это затруднено и платить чем? Международные финансовые транзакции. В подвешенном состоянии оказалась реализация сделки по поставкам поездов и Волга. Литий это же очень интересная тема. Совместное предприятие с Росатомом для разработки литиевого месторождения в аргентинской провинции Сальто 22-й год. Но там задействованы канадцы и они тоже прекратили всяческое сотрудничество. Правда нужно сказать что в том что касается политической сферы и наиболее жгучих вопросов аргентинцы ведут себя нынешнее скажем так нынешнее руководство ведет себя с достоинством с одной стороны они понимают что такое нынешний конфликт в частности нынешний президент прямо заявил на пресс-конференции этот конфликт не между Россией и НАТО он выходит за эти рамки и затрагивает весь мир вот знаете вот это умение оценивать должным образом актуальные международные проблемы и далее он заявил Аргентина не будет отправлять оружие никому но приложит усилия к тому чтобы в мире были приняты решения для урегулирования кризиса но все это как говорится до того пока Фернандес остается президентом как мы знаем предстоят выборы скоро времени мало того в Аргентине провели для того чтобы очистить от всяких третистепенных десятистепенных не пользующихся никакой поддержкой населения кандидатов потому что все хотят быть президентами всех в Аргентине все хотят вот провели так называемый премарез неожиданно для всех первое место занял лидер партии созданной два года назад либертарианской партии милей на втором месте кандидат от правого сектора и на третьем месте левые ну можно сказать пиранисты такого умеренного толка реально значит что значит на первом месте это значит 30 процентов второе место значит 29 третье 28 то есть страна расколота на три части поэтому все прогнозы конечно делать делать я бы не стал вообще то все все зависит кто займет второе место если милей либертарианец который который очень грамотно выстроена политкомпания предвыборная компания очень грамотно то есть он позволяет такие заявления которые не позволяет никто ну например надо не просто разогнать центральный банк надо арестовать их всех а там народ устал честно я помню от финансовых скачков устал не сегодня устал он всю жизнь вот он с 20 29 года с мирового экономического кризиса что-то 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 мне посол Аргентины однажды говорил я дважды терял все свои накопления накопить ничего нельзя в аргентинском банке и все потом пойдет прав вот поэтому такие заявления разогнать центральный банк перейти на доллар ну там в другом в других отраслях тоже там типа там брикс там то есть ну в общем причесочка рок он же музыкант вообще-то вот это все преподносится значит что не преподносится что он доктор экономических наук что у него диплом американского университета и что самое главное он 17 лет служил финансовым советником группировки финансового консорциума HSBC значит это гонконгская шанхайская банковская корпорация это название самого крупного банка в Великобритании ну там дураков держать не будут я еще раз говорю грамотный пиар все делается чтобы прийти к власти но значит как мы знаем потом реальные даже если он победит что не факт на три части раздельная страна расколота страна значит если я говорю еще раз первое место он займет а главное кто на втором потому что если займет пиранист то правые будут голосовать за Милея а вот если займет правые то я надеюсь что у пиранистов хватит тумашек голосовать за правых но не за Милея поэтому не факт что он победит но даже если он победит мы знаем что слова большинства лидер кандидатов президенты Латинской Америки весьма расходятся с делами на этом разрешите закончить благодарю за внимание большое спасибо Яна Анастасиевич за такую подробную подробную характеристику наших отношений теперь предоставлю слово Петру Павловичу спасибо коллеги поскольку у нас очень широкий такой в общем-то набор вопросов и все вопросы тянут на отдельную дискуссию поэтому с вашего разрешения я немножко так пунктирно пройдусь по как мне кажется наиболее существенным вопросам нашего сегодняшнего заседания ну вот начну с того на чем остановился Яна Анастасиевич значит это вот выбора значит давайте себе зафиксируем никогда в истории Аргентины в политической истории не было такого такой ситуации когда три претендента были практически на одном уровне вот последние опросы общественного мнения показали такие результаты значит фаворит остается Хавьер Милей о котором сказали 33,2% голосов за него собирается подать второй Серхио Масс это нынешний министр экономики бывший депутат пиранист человек который должен продолжать в принципе политику которую он сейчас проводит с большим или меньшим так сказать успехом или неудачей и третий это Патрисия Бульдич да у Масс 32,2% значит у этого 33,2% у этого 32,2% ну понимаете это арифметическая погрешность в общем третий Патрисия Бульдич это тоже известный политический деятель она была министром безопасности в молодости баловалась так сказать сливаками потом сейчас идет ну при поддержке бывшего президента Маурисио Макри которого считают так сказать ну правоцентриским или правым деятелем то есть немножко ну как говорил товарищ Сталин пойдешь налево придешь направо вот она пришла направо слева у нее 28,1% голосов то есть ну абсолютно почти равные равные возможности накануне накануне выборов до которых остается меньше месяца меньше месяца еще раз повторяю никогда такого не было всегда был какой-то так сказать фаворит который ну существенно опережал остальных остальных претендентов конечно самый интересный персонаж Милей он отличается от курса нынешней власти это такая дирижистская государство центричная пиранистская так сказать политика традиционная Милей ее хочет похоронить вместе с ее так сказать деятелями которые проводят эту политику но действительно предлагает посадить в тюрьму значит руководство центрального банка но я думаю что не только в этой стране можно было посадить руководство центрального банка вот такое предложение которое не может не вызвать симпатии у широких кругов населения это по своей экономической философии религии экономической можно сказать это анархокапитализм это менорхизм то есть учение которое сводит до минимума участие государства в экономике в противоположность тому что в общем-то всегда отстаивали пиранисты и что в общем было самым таким может быть характерным признаком экономической политики в Аргентине многие годы за исключением 90-х годов когда пиранист Менон перекрасился в либерала фактически и проводил такую неолиберальную экономическую политику но это было исключение из правила так что значит наш Милей предлагает ну прежде всего это провести приватизацию государственных компаний которых в Аргентине надо сказать хватает он так это формулирует приватизировать все склеротические государственные компании склеротические как некоторые отмечают наблюдатели Милей готов приватизировать даже улицы аргентинских аргентинских городов другое предложение которое от него исходит это долларизация национальной финансовой системы и это тоже встречает поддержку определенной части и населения и стеблишмента потому что ну происходит уже не первый год фантастическое обесценение очередное кстати сказать в истории Аргентины обесценение местной валюты масса каких-то курсов официальный курс обмена на доллар там допустим 300 песо а как они его называют доллар блю параллельный он уже где-то под 800 и вот это вот катавасия которая запутывает фактически превращает в хаос финансовую ситуацию в стране она требует своего разрешения и вот Милей предлагает радикальные так сказать средства отменить национальную валюту ввести доллары и третий момент ключевой который тоже в общем имеет под собой определенные основания это сокращение государственных расходов ликвидация дефицита государственного бюджета действительно за время пребывания у власти пиранистов значит ну фактически и вот вся почти полтора десятилетия нынешнего века сначала Нестер Хик Киршин потом два срока его супруга значит это шла во-первых о государствении экономики создавались на базе национализированных частных компаний государственные фирмы государственные предприятия которые чаще всего пронизаны ну насквозь коррупцией чаще всего неэффективны значит из бюджета им нужно выдавать дотации которые ну на сегодняшний день примерно в год там где-то полтора миллиарда долларов ну деньги вроде бы небольшие но для Аргентины они чувствительные но ладно бы только этот момент был в политике властей но они еще посадили всю страну на субсидии допустим очень низкий тариф за электричество который ну экономически неоправдан и естественно компании не могут существовать продавая электричество по этим ценам что какой выход поднять цены один выход но аргентинское государство придумало другой способ решения этого вопрос субсидии и государство субсидирует компании для того чтобы они не повышали цены на транспорт на ЖКХ и так далее и так далее субсидии просто так сказать гражданам которые не имеют доходов ну представим себе обычную довольную сейчас для Аргентины ситуацию девочки 14 лет она рожает ребенка ее сажают на субсидию и она уже не учится и не работает и такие вот расходы значит они привели к резкому к резкому возрастанию вот этого бремени государственных расходов в экономике если где-то первое десятилетие нынешнего столетия расходы государственные составляли ну где-то 22 24 процента ВВП то сейчас 45 то есть они выросли в процентном отношении вдвое конечно такого бремени ну просто государство выдержать не может вот эти моменты которые существуют в реальной жизни Милей как бы четко определил и вынес на авансцену своей политической программы но все не так просто и вот журнал экономист пишет что реализация вот этих предложений Милея на самом деле дело чрезвычайно опасное сложное потому что будет осуществлен поворот на 180 градусов в экономической политике неизвестно какие реальные последствия это так сказать приобретет долларизация экономики долларизация финансовой системы это вопрос как говорится обоюдо острый но прежде всего где взять столько долларов чтобы обеспечить финансирование очень в общем-то приличной большой экономики Аргентины и так далее и так далее и то есть вопросов больше чем ответов и иконовис в частности говорит что не исключено если этот курс будет будет реализован то Аргентина может уже в очередной раз это уже было в ее истории превратиться в такую лабораторию экономических и таких опытов которые могут привести и к социальному взрыву и внутриполитическому кризису поэтому все нужно как говорят в Аргентине кон пинсос аккуратно значит подходить ко всем этим предложениям но факт остается фактом и вот здесь я думаю что вот эта ситуация она какая-то ситуация с Милеем применима идея Насима Талиба о жирных хвостах то есть зонах в которых концентрируются основные риски которые в случае их реализации способны расшатать дестабилизировать положение в стране два других кандидата предлагают более такие в общем-то сдержанные я бы сказал экономические программы но масса поскольку он сейчас министр экономики он в общем тех же щей пожи живлей вот а Патресия Бубулич пообещала решить очень такую болезненную для аргентинских предпринимателей проблему так называемых ретенсионос или налогов на экспорт парадоксальным явлением аргентинской экономики экономической политики является присутствие вот уже много лет налогов на экспорт то есть ты экспортируешь и вместо того чтобы сказать тебе спасибо что ты вывозишь так сказать свою продукцию у нас то же самое вот а мы еще поговорим о том как у нас и почему так вот значит нет примерно 30 процентов налог и конечно это сдерживает экономическое развитие предприниматель 20 раз посчитает а нужно ли ему экспортировать выгодно ли это и так далее и так далее и Бульерич она говорит надо вот это отменять но тут же оговаривается ну конечно не завтра когда я буду президент а вот там через 3 там может быть 5 лет а через 5 лет кончится ее срок президентский но тем не менее вот такие даются даются обещания что вообще почему все вот это происходит в Аргентине как уже было сказано в начале века 20 одна из богатых стран итальянцы приезжали они стали они сразу получали в два раза больше зарплату чем в своей Италии понимаете почему их там так много что так сказать произошло произошло то что Аргентина к сожалению не смогла как и в общем-то большинство стран мира не смогла вот преодолеть этот как так называемый эффект колеи вот сложилась экономическая система когда они экспортировали в начале века в основном зерно мясо шерсть вот прошло сто лет а основа экспорта осталась тоже та же самая только немножко поменялись акценты но если раньше вывозили в основном пшеницу то сейчас это соя продукты соя добавилась горно добывающая так сказать отрасль стала экспортировать ну вот сейчас хит продаж это конечно литий в него вкладывается в разработку колоссальные колоссальные деньги Аргентина претендует на то чтобы стать одним из так сказать крупнейших экспортеров этого белого золота как его сейчас называют но все равно страна занимает на так сказать мировой экономической карте вот это положение поставщика в основном сырьевых сырьевых товаров слабость институтов ну на люди не просто категорически не платят налоги 45% это как бы неформально занятые это то есть колоссальная дыра в бюджете а мы уже говорили что расходы то растут а доходы то где их взять если люди просто не платят налогов просто не платят налогов не то что там не доплачивают там скрывают доходы это само собой но их просто не платят их нет в налоговых ведомостях и следующий момент который портит всю картину это отсутствие последовательности в проведении экономической политики каждое практически новое правительство отменяет все то что было до него и начинает жизнь сначала но в экономике так невозможно себя вести экономическая политика это тонкая настройка это очень аккуратные должны быть действия нельзя рубить так сказать с плеча топором потому что иначе вы создаете ситуацию хаоса и нестабильности но этим аргентинские власти с таким я бы сказал азартом достойным лучшего применения занимается уже много десятилетий вот к чему все это пришло мы с вами мы с вами говорим сегодня здесь фиксируя колоссальную инфляцию на август месяц годовая инфляция 130% это большой долг государственный с которым они не знают что делать все время просят деньги у международного валютного фонда но он им помогает и так далее но кредиторы требуют того чтобы с ними расплатились а этих денег у государства нет очередной дефолт их уже было в истории Аргентины много очередной дефолт приведет к тому что инвесторы перестанут вкладывать а без этого экономика вообще заглохнет и так далее и так далее ситуация ну прямо скажем очень очень серьезно и возможно нужны какие-то и хирургические в данном случае меры но на мой взгляд главное это должна должна быть рациональная разумная и последовательная экономическая политика вот кто ее начнет если начнет проводить это остается остается для меня загадкой многие наблюдатели аргентинские они так характеризуют сложившуюся ситуацию что аргентинцы живут в обнимку с прошлым тогда как надо смотреть в будущее и быстро двигаться вперед ну это знаете как у Алисы приходится бежать со всех ног чтобы только остаться на месте а если хочешь попасть в другое место тогда нужно бежать вдвое быстрее и вот Аргентине в экономическом так сказать отношении нужно бежать вдвое быстрее а не оборачиваться так сказать в прошлое и не искать там какие-то я не знаю успокаивающие аргентинскую душу приметы вот мы были там богаче всех вот аргентинские скотопромышленники в 20-е годы ехали в Европу и везли с собой коров живых потому что они считали и может быть не без оснований что Европа такая бедная что там и мяса-то хорошего не достанешь поэтому надо иметь все с собой а в Европе в Париже в это время говорили богат как аргентинец сегодня так уже вы понимаете никто не скажет внешне политика буквально два слова Аргентина активно участвует в мировых делах это началось давно еще так сказать в те времена когда Аргентина была на слуху это было подтверждено в 90-е годы применами ну достаточно сказать что Аргентина стала в 99-м году членом двадцатки большой три латиноамериканские страны огромная Бразилия континент огромная Мексика и Аргентина три члена большой двадцатки и они остаются им это в общем-то предмет зависти как вы понимаете очень многих других стран которые и больше и богаче и более разве но они не входят туда Аргентина входит и в 18-м году был саммит двадцатки в Буэнос-Айресе все туда прилетели так сказать тогда и Путин мог прилететь в Буэнос-Айрес и все президенты все так сказать канцлеры все собрались и Макрих который был тогда президентом красовался вот на фоне в театре колонн где бы был роскошный концерт для участников этого этого саммита страна демонстрирует в общем высокую дипломатическую активность вот участие кроме двадцатки естественно во всех практически основных интеграционных процессах в Латинской Америке и это активная позиция позиция довольно такого я бы сказал подчеркнутого суверенитета порой ведь именно Нестор Киршнер президент Аргентины тогдашний в пятом году 2005 году заблокировал торпедировал идею Соединенных Штатов создать так сказать зону свободной торговли всех Америк двух Америк то есть объединить Соединенные Штаты Канаду Латинскую Америку в одну огромную зону свободной торговли именно аргентинская дипломатия была во главе той группы лидеров которые не дали Соединенным Штатам провести эту идею в жизнь но постоянная больная точка для аргентинской дипломатии это мальвинский вопрос и кстати сказать все члены БРИКС вся пятерка поддерживают Аргентину так сказать в этом категорически не согласен Россия не поддерживает в этом вопросе а надо бы поддержать надо бы надо бы поддержать вот если мы уже так сказать затронули БРИКС я не углубляюсь потому что как коллега так сказать этот вопрос как бы разомнет более основательно я просто подчеркну один момент удивительный момент вы знаете что Аргентина единственная из претендентов на вступление в БРИКС которая имеет особые отношения со всеми членами БРИКС с Бразилией ну тут как говорится не облар не о чем говорить это теснейшие связи во всех отношениях с Китаем это крупнейший торговый партнер Аргентины отношения так сказать всеобъемлющего стратегического партнерства с Индией которая стала сближаться очень сильно с Аргентиной и Аргентина снабжает Индию во все больших масштабах продовольствием примерно в 10 раз вырос экспорт Аргентины в Индию и сейчас уже идет речь что с одной стороны вроде бы создается Архенчина поскольку настолько сильные связи экономические между Китаем и Аргентиной что это же вроде бы чуть ли не одно государство но еще и создается Чен-Индия это две страны которые становятся в мире ведущими покупателями аргентинских продовольственных товаров и они делают ставку именно именно на это с Россией у нас тоже я извиняюсь за грубое слово но стратегическое всеобъемлющее партнерство сначала было так сказать в восьмом году стратегическое а потом оно было поднято с Эквадором тоже на уровне ну у нас семь стран там так сказать ну вот мы сейчас об Аргентине говорим так значит вот с Южной Африкой казалось бы но тесные связи дочь Манделлы была послом в Буэнос-Айресе и эти связи остаются то есть это какой-то уникальный случай если мы переберем всех других претендентов на вступление в Брикс ни у кого такой ситуации нет ни у кого ну какие там отношения так сказать могут быть у Алжира с Бразилии и так далее нет ничего этого нет ничего ближнего и последнее что я хочу сказать о наших отношениях о наших отношениях это конечно в добавление к тому что уже было сказано просто некоторые некоторые такие штрихи ну посмотрите сами отношения во-первых уже скоро будет 140 лет с 85 в 25 году будем отмечать 140 летие мы можем перебрать все страны Латинской Америки да и не только Латинской Америки и спросить а в какой еще стране губернатор крупнейшей провинции носят фамилию Киселев в столице какого государства был кинотеатр в центре города где демонстрировались только советские фильмы Монтеведео Монтеведео не знаю но в Париже был но давно ну прекрасно и где еще на территории российского посольства посольского комплекса находили 12 чемоданов с кокаином почти 400 килограммов и стоимостью 50 миллионов евро я такого второго случая не знаю это теснейшие отношения теснейшие отношения между Россией и Аргентом и это можно так сказать продолжать в начале этого прошлого века мы были мы были кстати я очень когда это узнал я очень огорчился потому что когда я там работал я это не само посольство это здание где школа где где живут и где клуб и вот я был некоторое время я извиняюсь завклубом то есть к нам приезжали какие-то гости и вот мы устраивали встречи так сказать там ну Ульянов Михаил там приезжал много всех актеров и так далее и я был там тысячи раз понимаете если бы я знал что такое там богатство ну наверное сейчас бы ситуация моя материальная была бы намного лучше но что что делать вот проворонил так вот значит начало 20 века мы с Аргентиной конкуренты на рынке пшеницы прежде всего боремся прежде всего за английский рынок за британский рынок кстати сказать этот момент удивительным образом попал в художественную литературу если вы возьмете одесские рассказы Бабеля то там есть такой эпизод когда Беня Крик приходит так сказать к богатому человеку и требует с него деньги а тот ему отвечает Беня ты что не знаешь что в этом году в Аргентине урожай хоть завались а мы сидимся с нашей пшеницей без почина представляете в литературе этот момент значит он был действительно важным для нашей страны но были и научные труды вот была в девятом году в 1909 опубликована колоссальная книга нашего экономиста Крюкова она есть в библиотеке нашего института Латинской Америки это потрясающий труд который он три года там работал в Аргентине над этим он описал все экономику внешнюю торговлю с массой фотографии рисунков и так далее и так далее все изучил зачем потому что эта книга вышла в серии книг о наших так она и называлась о конкурентах России на мировом рынке начала 20 века там была книга и о США и о Канаде и Австралии и так далее об Аргентине так вот торговые связи в 20-е годы дипломатические отношения после Октябрьского переворота прекратились но как уже сказали Южамторг более того в Буэнос-Айресе в 20-х годах прошла выставка Советского Союза экономическая выставка затем отношения были прерваны и восстановлены в 46-м году пероном когда он выиграл время Сталин принял посла Аргентины у себя имел с ним очень содержательную беседу запись существует там объяснялись вопросы об отношениях Советского Союза не только с Аргентиной но и вообще с Латинской Америкой Сталин так расчувствовался что подарил аргентинскому посольству дачу в Серебряном Бару она до сих пор существует отказ 1980 год аргентинского военного антикоммунистического правительства участвует в зерновом бойкоте который объявили США после введения советских войск в Афганистан Аргентина отказалась и мало того что заработала колоссальные деньги но они и нас выручили потому что тогда ситуация в Советском Союзе зерном была ну просто аховая просто аховая в свою очередь СССР стал важным поставщиком энергетического и другого оборудования в Аргентину на многих гидроэлектростанциях Аргентины стоят наши турбины интенсификация наших отношений произошла в 80 и 90 годы когда мы встали на рыночные рельсы когда Аргентина как я уже упоминал президентом ММН тоже стала открытой экономикой здесь много было интересных фактов о которых может говорить я могу перечислять без конца поскольку был непосредственным участником этого процесса это было очень интересно и как я уже сказал в восьмом году стратегическое партнерство стратегическое затем всеобъемлющее по партнерству масса масса интересных интересных проектов и в атомной отрасли и в энергетической и в транспорте и так далее и так далее практически ничто не было к сожалению реализовано две причины первая это сильнейшая конкуренция на аргентинском рынке в которую в этот период вступил Китай мало того что мы должны были конкурировать с европейцами с японцами с американцами а тут Китай который предоставил такие условия сотрудничества в частности в строительстве атомного энергоблока и других вещей которые ну никто в мире предоставить не может к сожалению и он фактически так сказать прошел как паровым катком по нашему сотрудничеству нужно называть вещи так сказать своими своими именами понимаете он фактически нас вытеснил и не только из Аргентины но и из некоторых других латиноамериканских стран предложив условия которые как говорится как в крестном отце от этого предложения нельзя было отказаться вот и аргентинцы не отказались и наконец что я хочу сказать вот закругляя эту тему на наших отношениях что сейчас мы вступили в совершенно новый период и тот алгоритм сотрудничества который у нас был до этого он сейчас не работает нам нужно совместно с аргентинскими партнерами искать новые способы новые пути и новые сферы взаимодействия это вопрос конечно непростой как говорится на миллион долларов но если этим не заниматься то ничего и не будет поэтому нужно нужно конечно приложить все силы для того чтобы этот потенциал который всегда был у нас в наших отношениях и у нас еще раз говорю пример очень интересный есть они должны нам ну как бы стать путеводной звездой в новом в новом этапе наших наших отношений я думаю я уже так сказать вас замучил поэтому я остановлюсь но если что-то так сказать нужно будет добавить мы добавим спасибо петер павлович большое спасибо за выступление мы поговорили и о российско-аргентинских отношениях о внутренней внешней политике и теперь можем перейти к другой теме это вступление Аргентины в БРИКС и передаю слово Александру Александровичу спасибо уважаемый модератор уважаемые коллеги огромное спасибо за обширную вводную которая избавляет меня от необходимости подбирать свои скудные на самом деле знания Латинской Америки не скудные скорее поверхностные по меткому выражению коллеги прошу дать мне возможность так сказать размять тему вступления Аргентины в БРИКС как следует вообще год этот достаточно интересный с точки зрения развития институтов глобального управления а я если позволите буду говорить так верхний уровень у вас позиции глобального управления глобальных институтов их будущего и интересов России в том числе и группа 20 расширилась за счет вступления Африканского союза и БРИКС внезапно из пятерки стал группой 11 если позволите по крайней мере приглашения официальные были направлены и при прочих вводных с учетом того что в Аргентине очевидно существует масса проблем на национальном уровне которые кто бы кто бы из кандидатов не выиграл президентские выборы очевидно будет обращать внимание в первую очередь а уж в условиях доларизации экономики говорить о том что развитие сотрудничества в рамках БРИКС под дедоларизацией вряд ли будет иметь место но давайте отталкиваться я буду отталкиваться своей речи сегодня от сценария что Аргентина все-таки в БРИКС вступает становится полноценным членом данного неформального института глобального управления с 1 января 24 года как было завещано в декларации прошедшего саммита и в своем выступлении сегодня я бы хотел поговорить о будущем БРИКС с этой точки зрения и взять скажем три уровня анализа начать с глобального управления порассуждать о том что расширение как таковое значит для БРИКС насколько ценным можно назвать такое приобретение в качестве постоянного члена в виде Аргентины для объединения и что в этом контексте может ожидать Россия опять же с точки зрения политической науки с точки зрения глобального управления глобального управления в данном случае на мой взгляд выигрывает от того что зарекомендовавший себя институт получает в состав постоянных членов достаточно крупную экономику достаточно большим населением это в первую очередь играет на руку с точки зрения роста оценочной легитимности института хотя БРИКС такую критику чаще всего не применяет чаще всего говорят о легитимности например группы 7 прошлой группы 8 и особенно часто вспоминают в контексте группы 20 которая не будучи формальным институтом не будучи полностью подотчетной международному сообществу тем не менее принимает крайне интересные решения начиная от создания совета финансовой стабильности заканчивая условным пулом вакцин которые можно а которые нельзя в последнее время еще и усиливается влияние семерки в частности триады энергетика и окружающая среда климат которые через 20 активно продвигают механизмы навязывания условий развивающимися миру то есть при всем том что 20 это действительно крупнейшие наиболее влиятельные экономики остальные 170 с лишним стран мира получаются остаются на позициях принимающей стороны и это порождает вопрос о том насколько правильно вообще такие решения исполнять возвращаясь к БРИКС вступление новых членов по умолчанию говорит о том что эти решения которые там принимаются можно рассматривать как более все более и более легитимны кроме того в сам БРИКС заложен на мой взгляд огромный потенциал в деле формирования международных режимов а спрос на международные режимы в постбиполярную эпоху сложился весьма значительный и на мой взгляд БРИКС может внести конструктивный вклад в развитие международной повестки в таких чувствительных областях как например информационная безопасность если сегодня время останется мы можем об этом тоже подискутировать с точки зрения реализации интересов России расширение БРИКС это тоже безусловно позитивный шаг я бы не рискнул сказать что БРИКС при прочих вводных это своего рода придомовая территория России хотя Россия наряду с Китаем пользуется БРИКС огромным влиянием вывод этот можно сделать исходя из анализа результатов национальных председательств именно Россия можно сказать задает тон на следующий цикл несмотря на то что формально считается что Бразилия начинает цикл председательств но тут как бы и рокировка произошла председательство 24 года придет в Россию а не в Бразилию ну и Россия стояла так сказать у истоков первый саммит полноценный прошел в Екатеринбурге в 2009 году именно Россия и Китай задают тон повестки в пятерке возможно эта тенденция сохранится и в рамках расширенного БРИКС хотя вот прямо сейчас на 28 сентября 23 года сказать об этом что-то наверняка сложно хотя бы потому что никаких обязательств даже настолько условных обязательств которые характерны для неформального института новые члены объединения не принимали опять же после 1 января 24 года мы увидим насколько активно они будут готовы вовлекаться в процесс сотрудничества в рамках БРИКС опять же в текущих условиях я поддерживаю тезис о том что мы живем кардинально изменившуюся эпоху и при всем при том что политика так называемого коллективного запада хотя на мой взгляд этот термин наверное представляется слишком обширным но тем не менее у России есть страны недружественные и их политика по ограничению влияния России на всех фронтах включая информальные институты по типу двадцатки в целом не удалась и усилиями опять же к самой России так и ближайших партнеров так и надо отметить председателей двадцатки особенно в этом контексте надо отметить роль Индонезии которая категорически высказалась против какого-либо ограничения участия представителей России на любом треке работы группы двадцати и своего опыта могу сказать что присутствие на экспертной двадцатке в двадцатом году оставило более менее благоприятное впечатление российских экспертов там принимали хорошо в этом контексте расширение состава изначально дружественного и пророссийского в целом есть оговорки конечно пророссийски настроенного БРИКС это для России плюс меньше формально возможностей ограничить возможности России участвовать в решении глобальных вопросов коих достаточно много а вот с точки зрения БРИКС как института как такового то есть я призываю воздумать о БРИКС как бы нечто большим чем Россия Бразилия и прочие члены сложенные вместе все таки институты обладают с точки зрения политической науки некой собственной природой русский реализм конечно с этим в международных отношениях активно спорит но в спорах рождается истина отталкиваемся от того что БРИКС как институт это нечто больше чем просто сумма составляющих так вот здесь на мой взгляд ситуация выглядит менее однозначно то есть с одной стороны да легитимность да это плюс но с другой стороны нужно понимать что из себя вообще сейчас БРИКС представляет даже на уровне пяти стран БРИКС это более 30 направлений сотрудничества не только то что фигурирует в итоговых документах как people to people exchanges то есть включая это в более широкую повестку можно сказать взаимное развитие мягкой силы и упражнения в гуманитарном сотрудничестве в этом плане действительно этот трек процветает буквально с первых дней но сюда входят и довольно тонкие материи включая вопрос региональной безопасности и БРИКС много об этом высказывается безусловно БРИКС не хочу оговориться то что я называю обязательством в контексте неформального института это не юридически обязательное решение хотя бы потому что БРИКС никаких механизмов санкционирования за их нарушения не создает если для восприятия будет удобнее будем продолжать называть это решение но в нашей работе в нашем центре мы называем это обязательство то есть публично декларируемое намерение и мы в нашей работе отслеживаем насколько публичные заявления соответствуют реальным действиям так вот такая повестка если уж она фигурирует в итоговых документах такая повестка как региональная безопасность долгое время в БРИКС проседает и развивается преимущественно усилиями тройки России Индии Китая которые также сотрудничают в рамках ШОС как расширение БРИКС скажется на развитии сотрудничества в этих направлениях опять же сказать сложно но я не склонен формировать здесь позитивные прогнозы кроме того можно усмотреть в этом расширении повод задуматься о том какую идентичность дальше будет нести БРИКС вопрос возникает в контексте другого знакомого я думаю о всем присутствующим институтах хотя неправильно их ставить в один ряд поскольку институты это разного типа а именно речь идет о Шанхайской организации сотрудничества которая также прошла через не один уже раунд расширения и после очередного расширения получился состав постоянных членов Индию и Пакистан что сразу поставило вопрос а как эти стороны будут договариваться Пакистан который появился с подачи Китая как противовес Индии и Индии со своими интересами которые с Китаем не всегда совпадают как будут страны в РИКС в новом составе договариваться между собой не только по чувствительным вопросам но даже по вопросам климата это опять же вопрос возможно коллеги меня поправят и этот фактор не настолько значим как мне представляется как не специалисту по Латинской Америке но возможно в контексте вступления Аргентины факт имеет значение одновременно приглашение Ирана к участию в работе объединения опять же отвлекаясь от Аргентины Саудовская Аравия и Иран которые только недавно вышли на нормализацию и одновременно с этим заявили о том что региональной безопасностью они будут заниматься самостоятельно без участия внешних акторов как с этим бьется опять же интернациональная повестка БРИКС это вопрос что же Аргентина значит в этом контексте для БРИКС ценно ли это приобретение или нет в общем и целом даже при всех прочих вводных что экономика испытывает очевидные трудности страна разделена по группам лояльности к кандидатам в президенты и так далее и тому подобное в общем и целом я считаю что Аргентина это безусловно ценное приобретение для БРИКС возможно из нового пулу участников даже наиболее ценное и связано это с двумя факторами которые я хотел бы подсветить а именно то что уже фигурировало сегодня выступление коллег это то что Аргентина это один из самых опытных участников глобального управления уже упоминалось участие Аргентины в работе группы 20 и тот факт что Аргентина достаточно хорошо в целом провела председательство 2018 года представив позицию развивающихся стран в широком смысле сфокусировалась на проблеме глобального неравенства смогла донести собственные приоритеты на самый высокий уровень из новых членов БРИКС подобным опытом обладает только Саудовская Аравия и то ее опыт пришелся на крайне сложный 2020 год и в принципе с учетом критики двадцатки как института который своевременно действия не принял а те действия которые были приняты были восприняты как не то что неполноценные но какие-то половинчатые полушаги неполноценные шаги взять тут же инициативу по сокращению или временной приостановке выплат обязательств развивающимися странами по международному долгу вопрос был стран группы 20 задан а почему вообще не списать самым нуждающимся странам этот долг почему вы его просто откладываете в этом контексте Саудовской Аравии достаточно было сделать хотя бы что-то как председателю чтобы в условиях международного кризиса добиться хоть каких-то результатов 20-ка в этом плане конечно преуспела сравнивая с другими новыми приглашенными членами у Ирана довольно неоднозначный профайл в международных отношениях не все страны воспринимают не все зарубежные партнеры воспринимают одинаково его вступление и как это скажется опять же на идентичности БРИКС для меня это пока загадка другие страны из новоприбушек Египет ОАЭ и Эфиопия это страны скорее с региональным влиянием и в каких-то глобальных инициативах они пока себя не зарекомендовали не сформировали себе положительное портфолио другой аргумент в пользу Аргентины как ценного приобретения для БРИКС это ее способность отстаивать собственные интересы даже находясь под давлением западных стран в условиях пандемии опять же Аргентина руководствуясь собственными интересами пошла на сотрудничество с Россией и использовала российские достижения в частности вакцину спутник ВИЛАЙТ для вакцинации населения возможно следующий тезис это также не совсем однозначно но как я это понимаю Аргентина санкции против России введенной после начала СВО также не поддержала не присоединилась к нему или не присоединилась к нему в полной мере если я не прав пожалуйста меня поправьте опять же поговорить пользу моего тезиса про то что Аргентина это тот член глобального управления который способен перед лицом всего глобального севера коллективного запада как вам больше нравится показать что есть интересы кроме кроме их в целом вступление Аргентины в БРИКС может свидетельствовать о том что в дальнейшем БРИКС получит все таки больше политических очков и усилить свою переговорную позицию в частности в той же группе 20 20 все больше дрейфует к разделению на полюсы влияния очевидный полюс это группа 7 со своей новой политикой которую они с 21 года реализуют буквально везде где только можно это связано повторюсь с триадой энергетика климат окружающая среда если вкратце описывать не перечисляя огромное количество инициатив которые были с тех пор введены то смысл этих инициатив сводится к тому что своим все врагам санкции то есть если вы не являетесь членом привилегированного климатического клуба который продвигает семерка то скорее всего ваши товары будут обложены углеродным налогом по самую нерентабельность назовем это так кроме того эта политика активно навязывается развивающимся странам в том числе через механизмы двадцатки и навязывается она самым прямолинейным образом и преимущественно предлагает занять еще больше денег у запада чтобы решить какие-то тактические какие-то тактические моменты и не решить проблему целиком из своего опыта и следовательства могу сказать на примере Южной Африки ЮАР которая вступила в международное партнерство которое поддержали и в ряд европейских стран международное партнерство по справедливому энергетическому переходу да безусловно с цифра в 5 миллиардов долларов которые ЮАР пообещали в качестве в качестве суммы поддержки ее зеленых инициатив звучит достаточно неплохо для южноафриканской экономики пусть да она считается передовой для своего региона ворота в Африку и прочее прочее но даже по самым приблизительным оценкам на то чтобы реализовать всю зеленую программу перестройки экономики ЮАР которая сидит на угле требуется 460 миллиардов примерно страны запада великодушно предлагает им взять взаймы 5 делайте с этим что хотите и выплачивайте главное платите и платите и платите позиция семерки очень грубо конечно описана но сейчас она сводится к этому над другом другим полюсом в этом противостоянии может как раз стать БРИКС и он в принципе этим является хотя БРИКС никогда себя не позиционировал заменой чего-либо в целом для глобального управления такое размежевание по умолчанию считается чем-то негативным то есть это явление форум-шоппинг когда страны участники международных их отношений переходят с одного формата в другой там где им предлагают лучшие условия в итоге проблемы не решаются но коль скоро я начал разговор охарактеризовав БРИКС как состоявшийся институт он функционирует уже больше 10 лет уже не один цикл сменился институты собственные были созданы тот же банк развития в целом если БРИКС получит больше политических очков от этого глобальное управление выиграет и его эффективность можно ожидать повыситься опять же в контексте вступления Аргентины можно ожидать что будет больше возможностей солидаризироваться по ключевым вопросам и не допустить использование двадцатки как инструмент от давления а на Россию б на развивающийся мир в целом тем самым навязывая выше указанные условия которые ну конечно да получается я демонизирую семерку но по хорошему эти предложенные ими инициативы не работают с сутью проблемы а предлагают законсервировать ситуацию как она есть и госпожа фондерляйн если мне не изменяет память высказалась об этом относительно недавно возможно я неправильно ее цитирую но ситуация например в климатической политике такая что ребят ну вы опоздали мы как развитые индустриальные страны получили весь дешевт а теперь у нас климатическая катастрофа и вам нужно подтягиваться вы не можете пройти через ту же стадию индустриализации и заработать свои национальные богатства как это проходил западный мир в общем и целом БРИКС выигрывает Россия выигрывает но посмотрим опять же как вернутся выборы спасибо Александр Александрович благодарим за ваше выступление коллеги подсказывают что у нас осталось не так много времени но мы вполне можем перейти к следующей части нашего мероприятия это формат дискуссии вопрос ответ соответственно мой коллега поможет с микрофонами кто хочет задать вопрос можете поднять руку и узнать добрый день добрый день большое спасибо за очень интересное выступление у меня два вопроса во-первых вопрос связанный с выборами насколько вообще теоретические дискуссии которые сейчас проходят в Аргентине важна насколько важна для избирателей сама по себе тема вступления Аргентины в Брикс это действительно важная тема или просто мы не обращаем большое внимание для них это 125 и второй вопрос ну собственно тоже с выборами связаны вот эта вот идея отказа от национальной валюты и перехода в долг насколько понимают что это на самом деле по большому счету отказ вот экономического суверенития страна становится в тотальную зависимость фактически на свою другую страну ну с таким успехом перейти там пиани ничего от этого не спасибо или на рубль уважаемые эксперты ну я по первому вопросу скажу что на мой взгляд внешнеполитические темы вообще не играют никакой роли ни в одной стране мира на выбор предвыборной кампании народ вы избиратели беспокоит первую очередь материальное буду состояние вторую очередь безопасность вот в этом смысле может если как-то затрагивать внешнеполитические проблемы когда они затрагивают безопасность людей конкретно вот конкретно людей тогда да вот призыв в армию там мобилизация детей сыновей вот это да тогда будет а так нет поэтому а уж Брикс нет ну конечно нет мое личное мнение вот идея перехода к доллару осуществлена успешно в Эквадоре который отнюдь не потерял никакой суверенитет от этого вот но дело в том что правительство Эквадора показали продемонстрировали свою полную неспособность регулировать финансы страны просто продемонстрировали полную неспособность там такая была инфляция такая была девальвация и плюс к тому перевороты постоянные вот что в конечном счете переход на доллары стабилизировал страну это первое второе значит был такой план Кабало в Аргентине я это Петр Петрович подробнее скажет я сейчас не вспомню точно но по-моему было так что был выпущен новый песо который был привязан к доллару то есть и старый ходил новый стоил там сто раз дороже что значит привязан доллар вот сколько сколько столько сколько долларов есть в казне вот столько новых песо и все и это была идея которая блестяще выявила Аргентину в годы президента Менема и соответственно его министр финансов Доминго Кабало нас вывела из финансового кризиса вытащила реализация этой идеи это первое второе значит что настолько это было блестяще что и наши молодые реформаторы тоже учились у Доминго Кабало и готовы были и говорили надо нам тоже надо ну вы вспомните что у нас творилось в 92 году какая инфляция какая девальвация а это в эти годы как раз и говорят да надо нам вот так тоже может быть что-то в этом духе но это лучше Петр Петрович скажет я уже стал привыкать что вы меня называете Петр Петрович поэтому не реагирую я Петр Павлович Петр Павлович вот так что ну ну это для разнообразия значит да я я в общем-то поскольку жил в Аргентине работал в Аргентине с 86 по 2000 год я как раз вот этот период 90-х годов живо пережил я приехал когда была государственная экономика когда если у вас нет дома телефона вам его не поставят 10 лет в Буэнос-Айресе в столице поэтому я значит снимаю квартиру и первое что я должен был знать а телефон есть потому что даже знаменитому иностранцу да видному ученому так сказать и журналисту никаких поблажек не было ну не было просто возможности у государства ставить значит как только компания телефон была приватизирована вам ставят в течение суток хотите два телефона хотите 10 знаете в квартиру столько сколько надо и так по всей цепочке национализированной собственности до этого периода и приватизированной в этот период действительно Иоанн Анастасий совершенно четко определил механизм значит введения вот этого нового пьеса правда не 100 не за 100 пьеса а за 10 тысяч то есть 10 тысяч пьеса к доллару потому что к этому времени гиперинфляция была такая что деньги абсолютно так сказать обесценились я приехал когда в 86 году была другая валюта она называлась Австралии которые тоже ее ввели для того чтобы бороться с инфляцией и тогда в 86 году значит Австралии был выше доллара я побежал там значит куда-то поменять 100 долларов мне дали 75 там Австралии но это быстро очень все ликвидировалось и когда уже пришел Мэном начало 90-х годов как мы уже сказали 10 тысяч этих Австралий менялись на новый Песо который был привязан к доллару вот именно таким вот есть у нас там 10 миллиардов долларов значит в казне вот мы имитировали 10 миллиардов и все и таким образом была стабилизирована ситуация ну и там много других было связанных с приватизацией и так далее с открытием экономики потому что экономика была закрыта ничего нельзя было импортировать все это был сплошной кошмар этот кошмар прекратился но вот эти назовем их тут тоже молодореформаторы по-аргентински хотя они не были молодыми людьми значит они совершили в общем-то ну несколько грубых таких я бы сказал в основном политических ошибок и началось это с того что Мэнн заподозрил тут помянутого господина Кавала министра экономики в очень больших политических амбициях и что он будет его подсиживать и значит попробует пройти в президенты и он его уволил ну просто вот так взял и уволил поставив послушного не очень далекого я не хочу сказать глупого но не очень далекого человека который делал то что ему говорили так сказать в пиранистской правящей партии которые ну на дух не не принимали Кавала с его неолиберальными так сказать замашками и все то что строилось значит непосильным трудом очень быстро пошло под откос а тут еще азиатский кризис да российский кризис дефолты и так далее и так далее долги росли оплачивать их нечего было и тут конечно нужно бы было вот то что я вам говорил когда значит докладывал что нужна была конечно какая-то умная тонкая настройка этой экономической политики но не подрубание так сказать основ и переход на совершенно другие принципы на принципы дирижизма что и было и сделано и вот мы имеем в результате то что то что мы имеем теперь два два слова вот о обриксе действительно я ну все экономисты они бы больны вот цифрами да вот я себе сделал такую табличку значит торговля Аргентины с государствами БРИКС 36% оборота сейчас приходится на пятерку аргентинскую 36% только на 5 стран но я хочу повторить что и даже заострить может быть Аргентина вступает не столько в БРИКС сколько в Китай понимаете вот этот момент если бы этого момента не было то в принципе интерес к БРИКС был бы очень такой в общем-то умеренный ну Бразилия понятно так сказать все но с Бразилией мы в Меркосурии в общем-то не обязательно так сказать что-то такое но для Китая Китай это поплавок за который аргентинская экономика ухватилась и не тонет совсем вот она погружается так сказать в воду и всплывает погружается и всплывает погружается и всплывает и они посчитали что если они будут членами БРИКС то вот этот поплавок во-первых там еще добавятся поплавки но это будет конечно фактор который их удержит на краю той пропасти к которой они подошли что может произойти Милей прямо говорит никаких коммунистических экономик Китай плохо Россия неаблар так сказать вообще все эти плохие никакой никакой так сказать никакой БРИКС никакой антизападной оппозиции никуда мы не вступим и так далее и так далее но громкие заявления Булерич тоже кстати она так в общем не совсем наотмашь но тоже негативно масса естественно но вспомним друга Бальсонару который когда только он пришел значит к власти в Бразилии он что сказал с Китаем будем рвать Китай не инвестирует в Бразилию Китай скупает Бразилию и мы с ним так сказать дел больше иметь не будем и чем дело закончилось товарищу Бальсонару умные люди объяснили что к чему и за время его президентства отношения с Китаем и Бразилией не просто сохранились они резко выросли и пошли и торговый обмен увеличился и инвестиции и так далее и так далее вот чем закон поэтому я так сказать ну ни один прогнозист не стал богатым человеком поэтому никаких прогнозов я делать не хочу вот чтобы совсем не разориться но дело в том что вот этот вот крик милее сегодня папа римский коммунист значит с этими не будем этих вообще угробим этих посадим в тюрьму все это хорошее так сказать шоу электоральное но когда начнется скучное изматывающее политическая деятельность во главе допустим этого государства не самого простого в мире то многие вещи будут представляться уже иначе и многие вещи встанут на какие-то другие места и я не исключаю если мы вдруг представим милее президентом следующем Аргентины что он наоборот будет говорить нет БРИКС это вот то что нам надо это вот нужно потому что даже сильнейшее аграрное лобби просто не даст ему так сказать зарубить отношения с этими странами и таким образом хлопнуть дверь ведь это будет понимаете непросто они с 15 года так сказать ломятся в дверь БРИКС уже 7 лет 8 лет понимаете одни из первых были вот и вдруг они так сказать их уже вот принимают а они не хотят это скандал скандалище мы можем сказать поэтому я не исключаю что и с господином Милеем если он станет президентом Аргентина благополучно вступит в БРИКС и будет там достойным активным членом есть один момент очень деликатный это Иран это Иран да все это Иран Иран по утверждению аргентинских спецслужб организовал в Буэнос-Айресе два страшных теракта и этот момент конечно остается так сказать незажившей раной большое спасибо за вопрос и ответы я думаю что у нас есть время еще на один вопрос спасибо за дискуссию у меня два вопроса мы обусловили вначале про то что все-таки мы рассматриваем что Аргентина вступает в БРИКС хотя нельзя закрыть глаза на все-таки разную политику и политическую программу кандидатов если с одной стороны у нас есть Сергей Масса который предлагает разговоры про единую валюту создание единой валюты с Бразилией Аргентиной и Бразилией то когда мы говорим про Мальдия мы все-таки имеем ввиду долларизацию мы несмотря на возможный шумих который производится вокруг кандидатских выборов президентских все равно мы можем провести параллели в том числе с Трампом и подумать о том насколько для нас на данный момент стратегическое вступление Аргентины таковим будет и скорее всего какие можно будет рассмотреть вещеки давления со стороны БРИКС для регулирования потенциальных проблем и кризисов если все-таки будет в президентских выборах милее по окончанию второй вопрос у меня связан с а по кому вопрос то я не могу каковы решения стран БРИКС при президенте если это будет милей политики доноризации второй вопрос про расширение стран БРИКС если мы говорим БРИКС заявляет о многополярности глобального управления что мы можем сделать чтобы действительно многополярность придерживалась и не было уклона к геомонии Китая или двухполярного мира со стороной Китая и Америки спасибо разрешите да конечно спасибо очень интересные актуальные вопросы по первому довольно кратко БРИКС как объединение опять же обладает несомненным преимуществом в том что политика национальная там остается за кадром то есть страны вне зависимости уже от какого состава какой год мы возьмем собирается там для того чтобы обсудить то что они могут сделать вместе а не на территории у кого-то за исключением нового банка развития БРИКС но это вообще отдельный трек он с лидерским треком не пересекается то есть повторюсь БРИКС пользуется такой популярностью в том числе и потому что национальная политика остается для национальных правительств ну кроме опять же таких въедливых политологов которые сидят и отслеживают а как если вы принимаете решение там о стабилизации национальной валюты это обязательно затрагивает какие-то действия на национальном уровне но БРИКС никаких санкций в этом отношении вводить не будет ну то есть вне зависимости от того какой кандидат выигрывает и насколько тяжелым может оказаться политическое положение в Аргентине после этого БРИКС как институт ничего с этим общего иметь скорее всего не будет а что насчет второго и обеспечения многополярности в избежание смены одного гегемона на другого не видится здесь приглашение за стол переговора большего количества участников то есть не обязательно в формате БРИКС который все поглощает и поглощает себя новые и новые страны но например развитие формата БРИКС плюс который себя все эти годы очень хорошо показывал и на самом деле каждый раз когда за время моей профессиональной деятельности вставал вопрос о том нужно ли расширять БРИКС я отвечал однозначно нет есть БРИКС плюс и он прекрасно работает но как бы судьба распорядилась так что мы имеем теперь более широкий БРИКС что я имею ввиду под приглашением за стол переговоров вспоминая мой тезис про развитие глобальных режимов в частности формирование режима той же глобальной информационной безопасности обеспечения глобальной информационной безопасности уместно говорить о том чтобы подтянуть сюда развивающиеся страны поскольку их роль в управлении интернетом как основного компонента разговора о глобальной кибербезопасности информационной безопасности будет неизбежно возрастать по мере того как будет увеличиваться население проникновение интернет технологий они стали достаточно дешевыми для того чтобы подключить все больше и больше пользователей к интернету и в какой-то момент неизбежно возникнет вопрос почему миллиардная Африка вообще не представлена в структурах управления интернетом от слова совсем я уже не говорю про Бридз и всех стран членов только тот же представитель Китая точнее правильно сказать китайец по национальности входил управляющий орган общества интернет который занимается стандартами интернет ну это несколько уводит нас в сторону но основной мы тезис такой пригласите больше развивающихся стран и не менжуйтесь дайте им равный право равный голос дайте обеспечить им надлежащее представительство и опять же Китай никогда на себя одеяло не тянуло не захотел стать большой двойкой соединенными штатами и не последнюю я не думаю что основным мотивом здесь стало необходимость солидаризироваться с самими штатами самим по себе Китай вряд ли хочет принимать на себя роль глобального арбитра процветание умеренное процветание мирная политика этим Китай руководствовался достаточно долго возможно в нынешних условиях опять же ситуация изменится дело здесь прогнозы это дело совершенно неблагодатное спасибо два слова по второму вопросу значит я горячо рекомендую всем труды профессора финансовой академии при правительстве России Якова Пляйса который уже 10 лет пишет о том что когда мы вообще никто ничего я когда услышал от него это на конференции международной я вообще просто остолбенел что мы идем на пути к биполярному миру 10 лет он пишет об этом американо китайский биполярный мир это первое второе значит да я не китаист конечно но мы все знаем значит все знаем я думаю что конечно центр мира с точки зрения любого китайца это Китай я не говорю о доминировании но я говорю идеологии все остальные это просто как говорится ну дань должны платить и все нормально будет вот идеология такая как была тысячу лет две тысячи три пять тысяч Китай центр мира это что при коммунистах что при так сказать императорах и третье значит да они конечно не будут доминировать не то что доминировать они будут опять же философией это же нам всем известно обезьяна сидит на холме и наблюдает за схваткой тигров в долине вот это политик вот это стратегия всю жизнь у китайцев была есть и будет не будут они ни на одной стороне они не будут на стороне России вы не думайте и не будут на стороне США нет они будут сидеть на вершине холма спасибо большое спасибо за вопросы я думаю на этом мы можем сегодня закончить вас ждет следующая часть это сам городской завтрак просим прощаться спасибо большое экспертам за их высказывания за их выступления до новых встреч спасибо спасибо